Сейчас мы приближаемся к месту вырубки подушницкого лесопарка, более 150 гектаров реликтового леса для строительства объездной дороги. А сколько одно дерево спилить по времени уходит? Минут 5 где-то? По-разному, да нет. Ну, в среднем. Ну, надо же знать, куда оно пойдет. Тебе надо его параллельно завалить. А народ вообще так обычно не возмущается? Дают спокойно вам работать? Или лезут периодически? Да нет, так. А сколько тут работы еще по времени, вот чтобы вырубить все запланированное, вот то, что вы должны вырубить? Сколько еще предполагается? Объем какой? Нет, 8 наверное. Вот последний. Что должны что-то обязательно обошлять? Не может быть. Жить на дороге не хочется. Бензин отдыхать. Бесплатный лес отнимают у людей. Строят платную дорогу. Непонятно для кого, для чего. Вместо того, чтобы расширять существующие автомагистрали. И решать проблему пробок. Как это делается на Минском шоссе? Расширяют трассу нормально. Вырубили лес там. Ну, сколько-то вырубили, да, по бокам. Ну, 20 метров туда, 20 метров туда. Не 150 гектаров же. А тут что, в основном, сколько вырубили? 150 гектаров. Вы представляете, сколько это? Да. Это вот весь, вот это минимум, который вырубят ли ради строительства вот этой дороги. Но оно там не стоит, это природа. Не, ну, об этом я не спорю. Ну, тут-то... А где вы лазите, когда вот это вот делают? Вот это вот все вот? Ты сними вот это. У нас люди ходят на субботники. Везде вот. Вот это вот. Это тоже будет легче. И очень даже будет. Вот зеленым там денег смутят, говорят, за то, что они мешают работать. Просто так защищать что-то не может быть. Борю! Почаще, чтобы он падал, не пачкать. А, первым делом, движение правительства. Ну, понятно. Вот это все вот, то, что вывели, то, что сделано, вот эта развежка, что интересует? Нас пока интересуют документы. Вот мы это фотографируем, на самом деле. Фотографируем? А еще, порубочные. На порубку. Порубочные билеты на вырубку должны быть. Здесь этого нет. У нас мы рубим только то, что вот нам вот это выделили. Все порубочные, все лежат. Мы складем, мы же не вывозим лес, мы и тарку не продаем. Нет, подожди. Без лес остается. Но, предварительные рубки, эти документы должны быть на руках. А рубочный билет дают, когда ты хозяин дерева, ты его вывозишь и продаешь. Ну, ребят, вы хочешь сказать, мы просто так заехали, вот это рубит? Прикидываешь? Можешь ложиться так? Хорошо, хорошо. Нет, вот так не может быть. Хорошо. Задам вопрос иначе. На основании каких документов ведется вырубка? Вот постановили Россию Федерации. Здесь где-нибудь сказано, что на этих участках, которые произведены, может быть вырубка. Да. Здесь только перевод. Вопрос строительства дороги. Мы сейчас активно занимаемся. Мы пытаемся спасти то, что осталось. Ну, подключено большое количество людей. Дорогу. Лес вырубают вот там вот. Вырубка леса у нас МКАД пройдет прямо под окнами ваших домов. Надо писать бумагу, значит, самое. Так. Президенту. Я ее тоже подпишу как герой. Вырубка леса, это Москва остается без легких. Совершенно верно, да. Особо охраняемой территории. А вы житель? Я житель. А вы пришли сюда как бы с нашими общими целями? А что ж вы сами пилитесь? Нет, ну распиленное уже дерево. А, распиленное? Попросила вот, чтобы распилили. Потому что я люблю дерево. Дерево это жизнь. Но вы против вырубки? Конечно против. Вы же жатли. А пробки как? Не поможет пробкам избавиться от них? Тут была передача про Липец. Что у них делая плавную дорогу, там такая цена, что люди ездили через Липец. Что дома там, я не знаю, смотрели, нет, как-то выходные было. А ты здесь будешь какие-то машины ездить, а основная машина здесь будет ездить. Поэтому пробки вряд ли это решит. Но это если Путин там про это решит, может быть решит для них, а на других людей это не решит. А на экологии отразится, как вы считаете? Я считаю, отразится. Вы знаете, там 100 метров суриной вырезали. То говорят, что легкие москвы, каждое дерево это самое, как бы бережется, а тут, извините меня, кошмар. Я говорю, в Химкинском лесу как-то люди боролись, а тут вообще тишина. Вырубили и ничего. А вы готовы на митинг выйти потом, если будет? Я готова выйти на митинг. Я просто думаю, куда? Позвонить в администрацию, но это слушать их глупости, которые будут они отвечать. Просто вот идешь, у меня сердце замирает. Я сегодня с утра здесь переползала, думала, кошмар, уже и здесь резко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok